САТГУР 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 За последние 10 лет Садг-гуру предложил бесплатные инструменты для трансформации в рамках очных программ. онлайн-сессий на масштабных празднованиях в школах, колледжах, офисах и домах. Эти простые практики помогают людям из разных слоёв общества взять свою жизнь в свои руки. Садгуру также был приглашён возглавить празднование Международного дня йоги в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и участвовал в реализации усилий Организации Объединённых Наций, направленных на использование йоги для достижения целей в области устойчивого развития. Нам хотелось бы понять ваше видение того, как можно применить основополагающие принципы йоги здесь, в масштабах всей деятельности ООН. Йога означает, что вы стираете свои индивидуальные границы. И если помочь людям почувствовать, что то, что они называют собой, выходит за рамки их физической природы, если это превратится в живую реальность, то воплощение в жизни целей, которые ООН ставит перед миром, станет гораздо более возможным. Садгуру, на Международный день йоги вы были в Сиачене. Каким был ваш опыт? Весь мир обратился к Индии в поисках внутреннего благополучия. Мы обязаны сделать это доступным для наших вооружённых сил, чтобы наши солдаты и офицеры обрели способность наилучшим образом управлять своим умом и внутренним состоянием. Празднование Махашиваратри в центре йоги Иша — одно из крупнейших подобных мероприятий на планете. Сотни миллионов людей по телевизору, онлайн и в самом центре йоги ощущают всю мощь этой ночи благодаря медитациям и процессам, которые проводит Садгуру. Ади-йоги вдохновит многие поколения заниматься йогой. Место, где мы собрались, станет источником вдохновения для единства и познания истины. Садгуру сделал действительно выдающуюся работу. Он превратил обычных людей в йогинов. Я сейчас испытываю то же самое, что при посещении Кайлаша и Манасаравара. Я выражаю своё почтение, Садгуру, за такую масштабную организацию празднования Махашиваратри. Моя работа заключается в том, чтобы сделать мистическое измерение проще, понятнее и доступнее. Вам необходимо вырасти и утвердиться в логике, а затем шагнуть за её границей. Если вы не преодолеете ограничения логики, то магия жизни, таинство жизни, мистическая природа бытия никогда не коснутся вас. Дело не в том, что человек не способен достичь наивысшего без посещения того или иного места. Но всё же посещение нужных мест в нужное время вашей жизни определённо ускоряет процесс. Если вы можете превратить эту плоть, или даже камень, или пустое пространство в божественную возможность, это называется освещением. Ваша эволюция не должна следовать теории Дарвина. Живя в освещенном пространстве, вы сможете просто перепрыгнуть через неё. При наличии необходимой поддержки и благоприятной ситуации я мог бы осветить всю планету. В этом я по-настоящему силён. Я могу превратить воздух в очень мощное энергетическое пространство. Мы создали поистине мощный Тиртакшетрам здесь, в центре Йогиша. Произошли необходимые освещения, и был установлен энергетический фундамент, который послужит как для этого поколения людей, так и для будущего человечества в целом. То, что мы сделали здесь за последние три дня, все вы приняли в этом участие, в ближайшие годы это изменит весь регион. В фонде Иша всегда подчёркивалось, что главное — это целостность, а не способности. Я могу дать людям способности, мы можем передать это им. Но прежде всего они должны обладать целостностью тела, ума и энергии. Люди, готовые посвятить себя благополучию других, нужны в каждом обществе. Так что брамачарий — это инвестиция в будущее, которая позволит сохранить духовность в её превозданной чистоте и передавать её из поколения в поколение. Если вы способны сделать что-то намного большее, чем вы сами, — это величайшая привилегия в жизни человека. Когда вы начнёте преподавать йогу, будет происходить много всего, чего вы сами не сможете понять. Но прежде всего создание людей, которые обладают такой духовной силой, что духовный процесс не происходит только утром и вечером. Он происходит непрерывно, как ваше дыхание, и он также реален, как ваше дыхание, потому что без этих людей не будет духовного движения. Программы Иша йоги продолжают распространяться. Ведущая программа «Внутренняя инженерия» теперь доступна онлайн на 14 языках. Ваша радость и несчастье, любовь и ненависть, боль и наслаждение, другими словами, весь ваш жизненный опыт — это ваших рук дело. Вы можете, и вы обязаны взять это в свои руки. Вы — творец своей жизни. Внутренняя инженерия — это процесс, который призван наделить вас инструментами для того, чтобы вы могли сделать свою жизнь такой, какой вы хотите. Внутренняя инженерия затронула жизни многих людей и принесла пользу представителям различных слоёв общества — бизнесменам, студентам, домохозяйкам, публичным деятелям, сельским жителям и заключенным. За последние три года мы также провели некоторые исследования влияния Иша йоги. Это активирует гены, которые имеют решающее значение для предотвращения заражения клетки коронавирусом. Мы отметили снижение депрессии и тревожности на 50%. Также Садгуру открыл школу Ишахатха йоги. По всему миру люди, которые стремятся поддерживать определенный уровень умственных способностей и хотят создать себя таким образом, чтобы их тело не было препятствием в их жизни, все они постепенно обращаются к йоге. Если все мы будем делать верные шаги, в ближайшие 15 лет произойдет колоссальный сдвиг в человеческом сознании. Садгуру открыл программу Садханапада, участники которой могут жить в центре йоги Иша и проходить мощные процессы для достижения внутреннего благополучия. Эта программа предлагается участникам со всего мира бесплатно. Они станут волонтерами в различных сферах деятельности, но все это превратится в садхану для их роста. Через 6 месяцев тело должно стать сильнее и моложе, ум – острее и намного стабильнее, эмоции – радостными, энергия – интенсивной и стабильной. Мы хотим наполнить мир такими людьми. Садгуру известен во всем мире тем, что меняет жизни людей. Его миссия распространить духовное, эмоциональное и физическое благополучие привела его сюда, в Нью-Йорк. Так что нужно сделать, чтобы перезапустить себя, построить себя заново? Это называется внутренней инженерией. Все, что происходит внутри нас, происходит не так, как мы хотим. Просто потому, что мы не создали себя такими, какими хотим. Если Америка инвестирует в развитие сознания, руководства и простых людей, то их потенциал и возможности изменить жизнь всего мира достигнут феноменального уровня. В своей новой книге «Внутренней инженерии» Садгуру подробно объясняет, что такое йога и чем она не является. Я очень заинтересован в изучении пересечения наших миров, науки и мистицизма. Я думал, мы живем на одной планете. Появилось большое исследование, согласно которому 54% врачей в Америке находятся в состоянии эмоционального выгорания. Врачи всего мира, по крайней мере, они должны стать олицетворением здоровья и жизненной силы. Что бы ни потребовалось с нашей стороны, мы готовы сделать это для Еле и вас, господин Гулиттл. Большое вам спасибо. Я знаю, что в Гарвардской медицинской школе и в госпитале Бет Израиль вы основали Центр Садгуру для сознательной планеты. Как человечество, мы наделены огромными возможностями. То, что когда-то не могли сделать десять тысяч человек, сегодня может сделать всего один человек. Когда у нас появляется такая возможность, чрезвычайно важно, чтобы люди находились в высоком состоянии осознанности. Это невероятный опыт. Для меня большая честь разговаривать с этим удивительным человеком Садгуру, который совершил удивительное путешествие, чтобы изучить культуру коренных народов Америки. Они жили с абсолютной страстью ко всему, что их окружает, и с некоторым бесстрастием по отношению к собственной жизни, к собственной смерти. Я считаю, что современные общества должны научиться этому у древних обществ. Я вижу его дух. Он очень силен. Весь мир ждет следующего шага Садгуру, и, дамы и господа, он уезжает. Садгуру, дамы и господа. Садгуру. 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 был желанным гостем на многих глобальных бизнес-форумах, в руководящих учреждениях и на корпоративных мероприятиях, а также взаимодействовал с различными влиятельными лидерами по всему миру. Садгуру. Садгуру, мне очень приятно видеть вас сегодня здесь, во Всемирном банке, и я знаю, что многие мои коллеги внимательно следят за вами. Моя основная работа в течение последних 20 лет была связана с лидерами, с руководством на различных уровнях — бизнес-лидеры, чиновники, общественные и политические лидеры. Моя главная задача заключается в том, чтобы помочь людям перейти от их личных амбиций к более широкому видению. Как мистик и гуру, что вы думаете о капитализме, бизнесе и материализме? Бизнес должен быть выстроен таким образом, чтобы вы думали о решении мировых проблем, а не об удовлетворении каких-то причудливых амбиций. Как вы можете повлиять на максимальное количество жизней, и где это можно сделать? Опираясь на созданное им движение и понимая необходимость в осознанных лидерах, в 2012 году Садгуру основал Академию лидерства Иша, которая предлагает ежегодную четырёхдневную программу лидерства «Инсайт» и трёхдневный курс «Человек — это не ресурс». Абсолютно потрясающе. Действительно поразительно. Невероятно. Я был на многих бизнес-семинарах. Я уверен, что это лучший из всех. В 2010 году президент Индии удостоил проект Green Hands высшей экологической награды. За прошедшее десятилетие фонд Иша приобрёл мировое влияние в сфере окружающей среды, помогая формировать политику и делать экологию главной темой общественного внимания. Политические партии планеты должны сделать экологию вторым пунктом в программе каждой предвыборной кампании. Мы хотим достичь этого в следующие пять лет по всему миру. Садгуру также запустил такие масштабные инициативы, как «Зов Кавери» и «Ралли for Rivers», которые представляют собой всеобъемлющие усилия по устранению деградации почвы, нехватке воды, атмосферного загрязнения и бедности фермеров. «Ралли for Rivers» была в значительной степени кампанией по повышению осознанности, призванной привести к изменению политики управления нашими реками. Аналитический центр государственной политики Индии сделал это официальной рекомендацией для всех 29 штатов. Мы также начали программу действий на местах в округе Яватмал, который, к сожалению, известен как столица самоубийств Индии, для реки Вагади протяженностью 54 километра. «Зов Кавери» — это проект, который осуществляется в сотрудничестве с фермерами, правительством и гражданским обществом в целом. Мы переходим к крупномасштабному агролесоводству. Нам требуется высадить 2 миллиарда 420 миллионов деревьев для восстановления реки. Сейчас есть государственные субсидии и смягчена политика по выращиванию и вырубке деревьев. Благодаря усилиям Иши было создано новое направление в восстановлении окружающей среды, где экологическая деятельность также является экономически выгодной для фермеров сельских общин и общества в целом. Вклад в достижение цели — восстановить, вырастить и сохранить 1 триллион деревьев во всем мире к 2030 году. Мы очень рады приветствовать Садгуру. Если мы не объединим экономику и экологию, победит экономика. Очень важно, чтобы экология стала для людей экономическим процессом. Крупнейшие форумы и международные организации признали вклад Иши множеством сертификатов и наград, а также выразили признательность Садгуру за его участие в важнейшей работе по созданию для будущих поколений планеты, богатой чистой водой, воздухом и почвой. Эрик Солхейм, исполнительный директор ООН по окружающей среде. Вы являетесь воплощением целей устойчивого развития. Очень важно, чтобы сельское хозяйство превратилось в очень привлекательный с точки зрения экономики процесс. Поэтому одно из решений, которое мы предлагаем — это создание крупномасштабных организаций фермеров-производителей. У нас есть организация фермеров-производителей неподалеку от Коэмбатура. Я отправил туда троих молодых людей, дал им три смартфона, чтобы просто каждый день они могли заключать договор на поставку продукции. И благодаря этому доход фермеров удвоился. Мы очень рады сотрудничеству с фондом Иша. Мы искренне надеемся, что таких лидеров, как вы, будет гораздо больше по всему миру, не только в Индии. Садгуру также оказал значительное влияние на движение за запрет использования одноразового пластика, инициированное во Всемирный день окружающей среды в 2018 году. Садгуру запустил программу «Мода для мира», чтобы трансформировать мировую моду в более устойчивый процесс для благополучия людей и возродить традиционный текстиль Индии. Намаскарам! Меня зовут Апарна. Моя мама Швия. Мне очень нравится эта школа. Иша Видья – инициатива Иши в поддержку сельского образования сейчас насчитывает 10 школ, в которых обучаются 8900 детей в двух штатах – Тамилнад и Андропрадеш. Эти дети, как минимум 47% из них, первое поколение, которое посещает школу. Их родители за чертой бедности и наблюдают за тем, как они расцветают, с каким энтузиазмом, желанием узнавать и учиться. Просто невозможно выйти из этого места без слез на глазах. Эти школы также служат образцом для подражания, благодаря которому можно повысить уровень образования во всем регионе. У нас есть распоряжение правительства о переходе Иши Видьи в систему государственных школ. И это также касается организации питания для детей. Мы дополнительно направим 8-10 наших учителей, которые полны вдохновения и хорошо подготовлены для этой работы, чтобы выявить слабых учеников и поработать с ними. Садгуру также руководит преобразованиями в сфере образования в Индии и во всем мире. Каким будет мир через 25 лет определяется тем, что мы делаем прямо сейчас, в наших домах, школах, в системе образования. Образование — это не конвейер, это органичный процесс. Готовы ли мы, как общество, создать экосистему, благоприятную для того, чтобы ребенок развивался наилучшим образом? Вот вопрос, который нам стоит задать себе. Видение Садгуру касательно инклюзивного образования достигло даже Африки. В Уганде школы Садгуру предлагают сельской африканской молодежи международный стандарт образования и инструменты для обретения внутреннего баланса и ясности. Инициативы ИШИ в области сельского здравоохранения в Южной Индии с 2005 года предлагают бесплатную медицинскую помощь социально незащищенным и отдаленным поселениям. В последнее десятилетие эти усилия переросли в предоставление сообществам возможности взять свое здоровье и благополучие в свои руки. Организация просветительских компаний, разведение травяных садов, утилизация бытовых отходов и обучение местных добровольцев основам здравоохранения помогают сельским жителям формировать культуру здоровья. Программа поддержки населения сельских областей в основном направлена на восстановление человеческого духа. Эта программа возрождения сельской местности предлагает медицинское обслуживание, реабилитацию в общинах и улучшение жизни людей. Вы организовали в Тамилнаде работу, способную самостоятельно поддерживать себя. Волонтеры Иши на протяжении многих лет также были на передовой линии по оказанию помощи при стихийных бедствиях, обрушившихся на регион. Садгуру работает с лидерами и учреждениями разных стран для создания глобальной культуры здоровья во всем мире. Лучше рассматривать благополучие человека в целом, а не только его здоровье. Тогда вы задумаетесь о том, что делает человека целостным и обратитесь ко всем аспектам этого. Мы должны привнести культуру здоровья, в которой каждый человек заботится о своем здоровье. Если мы возьмем на себя необходимые обязательства, то в следующие 25 лет мы сможем создать такую культуру здоровья. Более 3 миллиардов человек из почти 70 стран призвали оставаться дома. Мы живем в очень нестабильные времена из-за пандемии COVID-19. Что, по вашему мнению, стало для нас, людей, общества, нации, главным уроком в этой пандемии COVID-19? Это время, когда каждый человек должен стремиться увидеть, как он может стать лучше во всех отношениях — физически, умственно, эмоционально, а также с точки зрения нашей компетенции. Мы разработали очень простой и мощный процесс под названием симхокрия. Этот процесс позволяет укрепить иммунную систему. Я анестезиолог. Сразу после завершения этой крии я почувствовала приятную прохладу в дыхательных путях. Сейчас для всего медицинского персонала, врачей и медсестер мы предлагаем онлайн-программу «Внутренняя инженерия» бесплатно. Программа поможет вам достичь некоторого баланса и контроля над своими мыслями и эмоциями. Садгуру, благодарим вас за всю ту глубокую мудрость, которую вы поделились с нами. Спасибо, что вы могли успокоить ум. Садгуру, спасибо, что присоединились к нам. В это непростое время я считаю своим долгом не допустить, чтобы люди умирали от голода. В рамках усилий ИШИ по оказанию помощи в связи с пандемией COVID волонтеры работают в сельских районах, чтобы обеспечить пищей и основными средствами гигиены уязвимые слои населения, сталкивающиеся с экономическими трудностями. Сотрудники, работающие на передовой, также получили бесплатные комплекты средств индивидуальной защиты для обеспечения защиты от COVID-19. Мы забыли о веселье, которое можно испытать во время игры. Дайте-ка я напомню. Игры были организованы фондом Иша. Иша Грамот Савам – крупномасштабное мероприятие, призванное восстановить дух сельской Индии, превратилось в движение, охватившее весь Тамилнад и распространившееся на штат Андропрадеш. Спорт, танцы и различные виды сельского искусства снова становятся частью повседневной жизни и преображают сельские общины. Игры принесли людям определенный уровень сплоченности, вне каст и вероисповедания. Всевозможные группы, всевозможные касты собираются вместе, играют вместе и ощущают себя одной командой. Это невероятное преобразование для индийской деревни. Поздравляем Савадгуру и фонд Иша с такой замечательно проделанной фантастической работой. Я столько слышал об этом, но находиться тут и быть свидетелем – это поистине невероятно. В этом штате существует множество видов искусства и множество форм празднования. Из них мы стараемся выбрать 15-20 и всячески поддерживать их в деревнях. Замечательно, что такая международная организация, как UNICEF, взялась за это дело. Самое главное, чтобы мы поддерживали высокий уровень вдохновения, здоровья и благополучия людей этой нации. Фонд Иша был удостоен премии президента Индии в области развития спорта. Министерство по делам молодежи и спорта Индии также включило фонд Иша в состав экспертного комитета по развитию спорта для сельской молодежи и признало его национальной организацией по развитию спорта. Эта замечательная программа «Молодежь и истина» вселяет в меня надежду на Индию будущего. Когда человек молод, его энергии находится на пике своих возможностей. Если привнести немного больше ясности и баланса в ту жизнь, которую мы называем «молодежью», я считаю, что этой жизнью можно будет распорядиться гораздо лучше. Садгуру очень близок всем нам, и то, как доступно он отвечал на все, это помогло нам легко общаться. Замечательно, что он уделяет внимание этому возрасту, когда человек не уверен в том, что ему делать и как планировать жизнь. Сегодня, благодаря технологической поддержке, разнообразию технологических возможностей, комфорту, удобству, мы позаботились о выживании в значительной части мира. Я считаю, что сейчас самое подходящее время, чтобы попытаться реализовать эту возможность, чтобы максимальное количество людей могли раскрыть свою гениальность. И если нам это удастся, мы можем стать одним из величайших поколений в истории. Именно с этой целью и в надежде на это была создана программа «Молодежь истина». Пранат Мукхерджи благодарит Садгуру за его духовный вклад. Правительство начинает признавать духовный процесс как мощный мировой процесс. Все это благодаря усилиям волонтеров. Это волонтерская организация. Более четырех тысяч волонтеров на постоянной основе и более семи миллионов частично занятых волонтеров смогли проделать большую работу. Они тратят деньги из своего кармана, вкладывают большое количество времени и усилий. Я думаю, что для всех них эти достижения являются признанием того, что они не были проигнорированы нацией. Духовный процесс должен стать живым процессом в каждой стране по всему миру. Не как религия, не как философия, не как учение, а как технология для создания благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok